всем привет ребят меня часто на самом деле часто ну скорее всего проходящие зрители называют человеком который не занимается селекцией в своем стадии у меня вся птица инбридинговая но мне кажется что эти люди даже не понимают о чем они пишут потому что возьмите ребят сами почитайте в интернете что такое инбридинг и от чего он случается и где его используют а его часто используют в выведении новых пород потому что чтобы вывести новую породу нужно скрещивать близкородственных особей ну то есть со своими предками как минимум то есть здесь уже сказать что инбридинг это вещь плохая нельзя но в данном случае когда мы никаких пород вывести не хотим ну то есть в данном случае я хочу лишь сделать так чтобы моя птичка была здоровая и крупная то конечно небольшой селекции в своем стаде родительском нужно заниматься те кто меня смотрит давно знают что только когда я завел канал два но почти два года назад нет не почти уже чуть больше чем два года назад мое основное стадо мускусных уток было белое кто не верит можете посмотреть старое видео двухлетней давности там у меня на хозяйстве находилась около 30 уток и они все были белые но на данный момент из белых у меня осталось совсем при совсем небольшая часть уток поэтому говорить что у меня сплошной инбридинг это совершенно неправильно так как все вот эти разноцветные утки это утки которые я купил яйцом и подкладывал под своих белых уток они потом выводились и таким образом мое стадо стало разноцветное и теперь у меня из от белых осталась просто небольшая память но сейчас вот ребят вы говорите как там слоня вот все у него хорошо гуси себя тоже чувствует хорошо вот греются на солнышке беленькая так с ними и не ходит вон она ходит сама по себе но сейчас в этом видео смотрите селезни уже топчут уток весна полным ходом то есть вот эти хохлаты мои уточки в которых скорее всего у меня будет инбридинг потому что я не буду искать нового селезня оставлю селезня с хохолком таким же как и утки это для того чтобы закрепить вот эти хохолки у них на голове именно в потомстве так как если а их будет топтать селезень без хохолка обычный какой-то другой любой другой породы то вот эта хохлатость на голове может не сохраниться поэтому можете мне писать что угодно и все равно буду делать по-своему так как я считаю что это правильно и своих охлатых уток я закреплю такими же хохлатами и весь молоднячок тоже будет хохлатый но это видео будет о том что вот именно этого селезня вот этого белокоричневого красавца я сейчас отвезу к своим соседям я и в прошлом видео про мускусных селезней говорит ну про мускусный уток говорил что и мне писали в комментариях что вот у меня уточки и селезни с одной семьи что делать ребят вы можете оставить в первом поколении ничего страшного с ними не произойдет но из года в год оставлять селезней от своих уток это ничего ни к чему хорошему не приведет ваши утки будут мельчать но все равно оставляя потом из молодняка более крупных особей таким способом вы ну то есть не дадите обмельчать прям полностью своим узком но проще всего сделать так как сейчас сделаю я я сейчас поймаю этого селезня как вы знаете у меня сейчас есть два селезня чужих вот это слоня и вот этот белый красавец которого я тоже выменял на своего селезня то есть два новых есть сейчас поменяю вот этого это будет 3 не бойтесь вот этого всего поголовья когда-нибудь не будет то есть я все-таки буду понемножку их убирать и останется только 3 максимум 5 селезней и 15-18 уточек то есть оставлю всего где-то 25 мускусных уток воспроизведения так что эндбридинга не будет молодняк будет качественный и здоровый у меня и в этом году был весь такой то есть падежа было совершенно мало да некоторые уточки ну то есть некоторые семьи уточек у меня переболели они мелкие но они все уходят на мясо так что не переживайте к нам пришла весна после трех дней зимы и вот двор опять растаял но знаете я пересмотрел свои старые видео и думаю боже почему я сейчас стал стесняться грязного двора но грязный двор и грязные уточки чувствуют себя хорошо эту конечно немножко потоптали так что она вся мокренькая но в этом ничего нету вот вот этого селезня с хохолком я оставлю в общем ловим селезня и везем меняться мешочек я подготовил вести совершенно недалеко и сейчас вы посмотрите какого я привезу а привезу я такого же пепельного как слоня но он немножко поменьше но ничего страшного зато чужой ребята поймать его оказалось не так то и просто вот такой красавчик сейчас от нас будет уезжать все пока уточок еле засунул в мешок это какой-то кошмар мускусные утки вообще такая сильная птица что боишься держать ее за крылья потому что у нее столько силы в мышцах что она может сама себе эти крылья сломать ребята вы сейчас мне вот серьезно будут мне писать что лучше бы ты нашел нового крякающего селезня но ребят я хоть не хочу добавить еще раз повторюсь не хочу добавить селезня который будет без хохолка и который мне не даст потомство такого же как мои утки что вот эти меховые шапки на голове мне кажется что нужно чтобы они остались и у молодняка поэтому в этом году я буду использовать своего селезня уже на следующий год селезня уберу и оставлю от него сына и он всем уткам кроме одной будет менее родной и таким образом мы получим уже более устойчивую вот эту хохлату и породу это уже порода есть такая но я вам серьезно говорю не могу найти если вы мне поможете найти такого селезня хотя бы дадите ссылку на какое-то объявление то я вам буду очень и очень благодарен но и далеко за селезнью я не поеду то есть если будет где-то в харьковской области то конечно это будет намного лучше тогда возможно я смогу по него съездить и привезти но а сейчас в этом году будет так так что как-то так ну все сейчас отвезем селезня вот он в мешочке и привезем своего ребят поменял уток а ну взял себе я ему ну как заехал я ему сказал что возьмем вот вот это потому что те два мне не понравились а ну и это такой смешной немножко косолапый что не знаю но это такой более менее хороший но зато у человека новый Cateladень хороший а там у него осталось два он попросил чтобы я не снимал там потому что ну не захотел свою снимаю двора ну это его желание потому и поэтому я и не стал и не стал и напрашиваться но один cateladative у него таким каротеньким корочеким прикоротеньким клювом такой смешной как будто какой-то ну сам по размеру обычные а кто их вы маленький как будто какое-то декоративно, я не знаю. Такой смешной, в общем. Ну, не разрешил его снимать, ну и не надо. Ну, а я вот... Это все у нас здесь в одном селе, то есть я буквально пять минут и приехал к нему, и вот сейчас уже еду назад. Вот как раз, кстати, школа Морозовская. Сейчас в школе учатся примерно 40 человек, мне говорили, потому что село небольшое, но все равно не закрывает, потому что в Морозовку ездят еще два соседних села, так что вообще маленькие, даже селами их назвать уже сложно, как хутора, что ли, я не знаю. В одном 60 человек живет людей, а во втором даже не знаю сколько, но тоже небольшое. А Морозовка, если вам интересно, село на 600 человек. Вот так. Ну, сейчас я его высажу и вам покажу. В общем, он убегает уже в мешке. Стой, стой, да я развяжу. А успокойся. Зрители, зрители, только не ржите снова с жителя. Давайте, тихонечко реагируем на это. Давай, выходи. Во. Он купался, весь мокрый. Ну, у него крылья подрезаны или нет, я не знаю, какие-то он короткокрылый. Но он ничем не лучше моих, а возможно даже и хуже. Но я не переживаю, потому что я его не покупал. Он, ну, то есть, я бы и того не оставлял, которого отдал. Так что, если он будет, да, он прям манюсенький. Мои старые, прям крупные. Так что, скорее всего, я себе не буду его оставлять. Ну, а там посмотрим, как он сейчас обсохнет и как он будет выглядеть у меня на участке. Так что, ну, еще раз повторюсь, что ничего страшного, я его не покупал. И даже того, которого я отдал, я бы себе не оставлял. Он бы тоже ушел на мясо. Так что, какого убирать, нет разницы. Ну, вот он подошел к слоне. Мои, конечно. А слоня против него настоящий слоня. Так что, сейчас будет драка. А, слоня, давай, давай. Покажи, кто во дворе хозяин. Только не драться, давай, не бить слоню. Глянь какой. Не драться. Все, все, все. Давай, иди. Глянь какой. Пришел и сразу, давай, права качать. Еще, ребят, у меня спрашивали, а зачем мне столько уток? Я не буду столько оставлять. Я дам сейчас объявление. И если вам кому-то интересно, утки у меня стоят один селезень и три утки 700 гривен. Это прям чуть ли не даром. То есть, это меньше, чем 30 долларов. Так что, если кому-то надо. Вот уточки разных расцветок. Селезни вот есть тоже. Есть пепельные. Это молоденькие. Вообще молоденькие. Есть черно-белые. То есть, пепельные. Есть коричневые. Вот есть пепельные. Черно-белые. Какие хотите. Есть белых несколько селезней. Так что, подберем вам семью на любой вкус. Вы мне сейчас опять начнете писать, что будет эндбридинг. Так возьмите селезня белого, а уточек черных или пепельных. И вы точно будете знать, что это от разных родителей. потому что потому что у меня было очень много селезней и очень много уток. Все, сейчас будет со старым драться. Боже, это я взял самого большого у них. Ну да, такой кавалер смешной. В общем, ребят, как вы думаете, мне его оставлять или убрать кому-нибудь продать на мясо? Не знаю, мои прям великанами кажутся. не-не. Вот красивая уточка. Смотрите, какая. Ой, красавицы, красавицы. В общем, все-все, начинаются драки с новым жителем. Перестаньте. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Пошел я управляться. Я думаю, что сегодня будет еще одно видео.